Вот, это все прогнившие полы. Посмотрите, вот эти доски закрыты. Все прогнило здесь. Прогнившие полы, окна без стекол и стены с трещинами капитального ремонта старая школа в селе Ахли не видела около века, с тех пор, как возвели. Два года назад здесь во время учебного процесса даже обвалилась стена. Ученикам повезло, успели выбежать. Эта стена обвалилась сюда. Это был компьютерный класс, компьютеры тоже раздавились, половина компьютера там испортились еще. Но мы построили его зимой, построили, поставили сами, своими силами. После этого случая Роспотребнадзор и Следственный комитет в школу признали аварийной. Но дети и сейчас занимаются ветхом здании, потому что больше негде. Новую никак не достроят. Это здание начали возводить еще 11 лет назад. Но из-за финансового переполоха проект заморозили. Здесь трехсменный режим. А все потому, что в школе учатся более 300 учеников. А относительно безопасных кабинетов всего несколько. Эта школьная библиотека Ряйшат показывает свое помещение. В какой библиотеке я нахожусь? Там собачья конура еще побольше бывает. Эти шкафы для черного, значит, вы не знаете? Зато я знаю. Это для детского садика, чтобы ребенок пришел в детский садик и повесил свое белье сюда. Попросили с директоршей и оставили, чтобы эти книги сюда прятать. Так как у нас некуда было их ложить. Строящую школу посещал в прошлом году и премьер-министр Дагестана Артем Сдунов. Говорил об оказании финансовой помощи. Но, как говорят местные жители, дело пока так и не сдвинулось с мертвой точки. Однако ситуацию нам прокомментировали в Министерстве строительства республики. По данным ведомства, средства на возведение школы долгие годы не выделялись. Объект простоял без финансирования и соответствующих мероприятий по консервации. Так как проект школы уже не соответствовал современным санитарным правилам и нормам, потребовалась корректировка проектной документации. Чиновники на этот раз заверяют, что завершить первый этап строительства это учебный корпус и спортзал планируют до конца 2020 года. А строительство актового зала и расширение площадей пищеблока с вводом в эксплуатацию всего комплекса школы планируется только в конце 2021 года. По тему Тханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Левашинский район.